Это огромное удовольствие находиться здесь, в Татарстане, очень особенной части России. Я эту поездку не забуду никогда. Не думаю, что это просто дежурная вежливость. Посла Соединенных Штатов, Джона Хансмана, скорее всего, Татарстан и Казань действительно впечатлили. Причем тут надо отдать должное составителям программы пребывания американского гостя. Ему наглядно показали и красоту нашей столицы, которая прекрасна и в это время года. Джон Хансманс познакомился с ее историческим и архитектурным наследием, богатым научным и образовательным потенциалом. С музыкантами казанской группы Джон даже исполнил блюзовую композицию. Так, по-музыкански, он спросил какая-то анальность, в общем-то, я рассказал ключевые моменты и все, и мы начали играть. Это был джем в чистом виде, когда люди не готовятся, просто играют музыку. Было видно, что он действительно музыкант, что ему это в удовольствие. Деловая часть программы посла США в Казани включала визит на казанскую ТЭЦ-3. Это не только один из самых эффективных энергообъектов в России, оснащенный газотурбинной установкой, на базе одной из самых мощных турбин в мире. Это еще и блестящий пример сотрудничества бизнеса, в данном случае группы компаний ТАИФ и американской General Electric. Известно, что американцы инвестировали в разработку турбин нового класса около 2 миллиардов долларов. Но эффект оправдал все ожидания. Это видно в том числе и на примере казанской ТЭЦ-3. После модернизации и реконструкции станция удвоила установленную мощность, утроила выработку электроэнергии. Показатели энергоэффективности были улучшены на 30%. Генеральный директор компании ТГК-16 Эдуард Галеев приводит еще одну цифру. Мы вышли на совершенно недосягаемые прежде удельные расходы топлива. Резко подняли экономичность, подняли надежность электроснабжения и теплоснабжения города Казани. То есть станция сейчас уверенно может смотреть на ближайшие 30 лет. Ну, на понимание, что если средний расход удельного топлива по России составляет плюс-минус 300 грамм, дельный расход топлива, на казанской ТЭЦ-3 он сейчас, ну, суммарно по станции ниже 200 грамм. Все это показатели и плюсы, которыми может воспользоваться не только бизнес, но и все казанцы. Тепло и горячая вода по выгодным тарифам ТЭЦ-3 может поставлять на нужды города. Это влияет в первую очередь на стоимость теплоэнергии, электроэнергии, на горячее водоснабжение. То есть мы способны по гораздо более низким тарифам отдавать очень большой объем тепла на город Казань. Это превосходный пример успеха. Идеальный пример того, как американские технологии и оборудование работают на татарцанском объекте. И это не что иное, как послание американским компаниям, что дорога предпринимателям открыта, и здесь можно преуспеть, причем в серьезных масштабах. Ведь мы посмотрели огромное предприятие, еще раз подчеркиваю, это пример сотрудничества крупной компании ТАИФ с американскими партнерами, что очень важно. Без вопроса про санкции, увы, не обошлось, но Джон Хансман старался не акцентировать внимание на этой теме. Экономическая целесообразность и взаимная выгода – вещи, которые открывают двери для сотрудничества, несмотря на временные, будем надеяться, сложности в отношениях. Тимур Викморзин и Андрей Мохов. 7 дней.